Первый на поле. Под стать Акинфееву, Дзюби и Смолову. Только в аграрных делах. Новое облачение самоходного зерноуборочного комбайна Десна-Полесье GS-12. Специально к прошедшему в нашей стране чемпионату мира по футболу. Фраза «первый на поле» означает, что в своем классе комбайн, а именно модель 12-18, которая здесь представлена, занимает, я думаю, первое место по соотношению цена-качество. Пока дети изучали кабину тюнингованного хозяина полей. Взрослые посетители экспозиции следили за работой комбайна в поле. Сразу четыре агромашины приступили к уборке различных культур. Маневренность и функциональность техники Десна-Полесье оценил и глава региона Александр Богомаз. Самый лучший кормоуборочный. Две наши модели зерно-корма. Ну и обыдаемый демпоказ. Четыре демпоказа. Брянск Сельмаш – компания, которая постоянно совершенствует свою продукцию. Сейчас основной упор делается на интеллект сельхозмашин. Активно используются системы мониторинга Вайлан Хостинг. Они позволяют оценить более 20 параметров при работе комбайна. Начиная с этого года комбайны Брянс Сельмаш, опытная партия была оснащена системами ГЛОНАСС. В дальнейшем мы думаем их использовать постоянно в Сирии. Аграриям дает понимание, как эксплуатируется комбайн, насколько экономично расходуется его ресурс, дает информацию о том, когда проводить техническое обслуживание вовремя. Соответственно, дает удаленный контроль. И можно, соответственно, помимо удаленного контроля, производить различные настройки. Я имею в виду по снятию параметров, интересующих пользователя. Праздничная программа на выставочном стенде Брянск Сельмаша была, пожалуй, одной из самых зрелищных. В развлекательной части викторина, фотоконкурс, музыкальный концерт, в обучающие семинары и мастер-классы. Но самое главное, что такие аграрные праздники важны и для самих машиностроителей. Это эффективный способ общения с потенциальными покупателями и возможность показать технику в действии. В этот раз День поля принес предприятию более десятка выгодных контрактов. Екатерина Карманова, Иван Зюрев, События, Выгонический район.